Привет. Представься, пожалуйста, как тебя зовут и из какого ты города? Меня зовут Александр, я из города Березники. Пермского края? Да. Я была в городе. Была? Я была в городе Березники, Пермского края. Еще была в городе Кунгур, в городе Чайковский, Пермского края. Ну, если так рассуждать, тогда я земляки с половиной России. Ну да, я согласен полностью. Саш, скажи, пожалуйста, почему ты решил, решился приехать на этот ретрит, на это мероприятие? Ну, в моем случае это мероприятие не как бы было целенаправленно запланировано. В том плане, что, ну, я в теме автономии, в теме познания себя, познания мира, как бы, скажем так, ну, пока они не были для меня уже давно. И вот смотря там в том же YouTube-фанале «Светлана Лаурога», ну, и многих других, я понял, что, ну, как бы, не сюда. Чисто интуитивно и внутренне я осознал, что, ну, прямо к ней надо. Как ты ее вот среди всех выделил? Чем, чем она тебя привлекла? Выделил? Да. Ну, наверное, простотой, честностью и близостью, вот это вот желание обрести себя, как бы, можно сказать, ну, как бы, многие могут говорить теми же самими словами, но могут усложнить, либо оно не доходит до людей. Как бы, просто проанализировав и прочувствовав, я понял, что это тот человек, который сможет, по крайней мере, даже до меня, донести то, что мне хотелось бы. То есть на вибрационном, энергетическом уровне, то, что мне не хватает. Знаешь, часто бывает, когда мы, например, куда собираемся, то мы в незнакомое место или к людям, которых вот не видели вживую, у нас формируются какие-то представления, ожидания, да. А у нас сегодня завершающий, последний день, да, ретрита, и уже можно поговорить о реальности, да. То есть если у тебя были какие-то ожидания и представления, то как они сейчас соотносятся с твоими ожиданиями, ой, своими, с реальностью, вот. Ну, в плане моих ожиданий, в плане моих запросов, да, да. Вот все, что я ожидал и все, что я запрашиваю, я прям получил выше крыши, вот прямо вот, как это просто сказать, не знаю. Ты получил больше, чем я ожидал. У меня плечет, я еще переваривать это буду потом. Я бы еще, как бы, то, что можно забрать отсюда, я бы еще забрал, но уже не лезет в меня просто. Да, да. Просто, ну, дано, конечно, очень много, просто я, ну, конечно, я ожидал, чувствовал это, я попал вот в это поле, советую, в Ирине. Сейчас я как бы уже немножко привык к полю, ну, мне уже кажется, вот любовь, там, вот ощущение вот этой гармоничности с людьми, там, ощущение себя, чувств, вот это вот. Сейчас у меня уже так уже более-менее так ровно стало. А поначалу ты меня вообще там, как бы, ну, не знаю, там, как это я. То есть у тебя впечатление от этого поля, тебя попросили? Я прямо сразу, я сразу почувствовал это поле, я как будто тут у меня так начало сразу трансформировать. Я такой кайф, в общем, простыми словами, если говорить, то просто. Я вот, что хотел бы сказать людям, если вот каково есть, тот, кто чувствует, что ему чего-то не хватает для открытия себя, для познания вот этого вот мира, это вот прямо вот вам сюда, вот к свете Лаврова. Она умеет создавать вот это вот. Люди в этом поле, вот каждый свой запрос, каждый свой, ну, как бы, убирает свои запутки, там, все вот проблемные места в психике, ну, получается, я не знаю, ну, я просто, конечно, можно сейчас словами говорить, что там, типа, да я знаю, что такое поле, там, на самом деле, я не знал, что такое поле. Ты просто прочувствовал, да? Да, я прочувствовал вот эту энергию, вот эту мощь, когда человек, я как бы чувствовал этот принцип, и через телефон, когда смотрел... Видео. Видео, да, оно, как бы, ну, проходило. Я вот, возвращаясь к тому вопросу первому, почему ты здесь? Да, да. Я, как бы, через телефон, ну, почувствовал здесь вживую все вот это поле. Я, ну, просто, ну... Ты впечатлен. Да, я впечатлен не только от этого вот поля, а то, что какие трансформации происходят во мне, самое главное, то, что вот... Я смотрю то, что происходит с людьми, да, и вот это вот единение с миром, со всем вот с этим. Ну, это, конечно, ну, это серьезно. И вот как этот объем пронести дальше в жизни, вот это тоже, как бы, ну... Ну, это следующая задача для каждого из нас. Да, следующая задача, да. Я, знаешь, какой вопрос еще хотела задать? У тебя был, возможно, какой-то вот конкретный запрос там, или вот мысль, с которой ты сюда пришел, ну, что вот эту задачу я хочу решить, там, это я хочу спросить у Светланы, или, там, узнать на во время ретрита. Такое что-то было у тебя? Конкретный какой-то запрос? Ну, что-то конкретное было. Да, и я спрашиваю, получил, да, и получил ответ. У тебя же была консультация, да, индивидуальная еще? Да, у меня было, в общем, просто. У меня несколько индивидуальных консультаций, от которых меня просто потом... Меня унесло просто просто... Да, далеко. Ну, Светлана умеет, как бы, что-то отлетал и возвращать умеет. Вот. Я отдельно еще хотел бы сказать вот про игру Ирины, то, что тоже... Про трансформационную, да? Да, трансформационную игру. Вот если вот кто будет смотреть, я не знаю, люди, которые, мне это будет все интересно. Про игру Ирины я хотел бы сказать, что вот, наверное, многие читали книгу, либо смотрели в YouTube, там, генные ключи. Блин, вылетел, как автор. Ну, кто знает, то знает. Вот прямо один в один, только в легкой форме, в игровой. И так вообще высвечивает, высвечивает, подсвечивает все твои затыки, все твои проблемные места в теле, в психике. Вот в генных ключах, да, там тоже самое, как бы, написано. Все столкнулся с расстановкой, типа того. Ну, там найти, найти надо еще, как бы, это надо, как бы, ну, осознать, прочитать всю книгу, глубинно переосмыслить. В этом тоже есть смысл, конечно. Потому что, да, постепенно, ну, например, я, когда генные ключи изучал, то мне показалось, так долго, так долго. А что ты в этой игре простого и полезного для себя почерпнула? С Ириной? С Ириной? Да, какой процесс, что игра для тебя посвятила, открыла? Ну, может быть, если не конкретно, то хотя бы в общем, чтобы было понятно. Что это дает, вот, участие в игре? Человек сам отвечает на свои вопросы и сам, как бы, высвечивает свои затыки. Проблемные места, которые у тебя удерживают, мешают жить, которые мешают коммуникации с этим миром, мешают открытию себя. Ну, например, вот я вот сейчас первый раз, как бы, так, в принципе, на телефон, там, не знаю, на камеру, там. А, ты имеешь в виду интервью, интервью, да? Я бы ни за что вот так вот не сел, не стал бы разговаривать. Мало того, что с первого дня я, как бы, у меня рот, во-первых, не закрывался. Я думал, что я сюда приеду, но за три стыка я буду тут молчать, ходить, как дядя, как олень, короче. Тебе не свойственно, да, вот это все? Нет, оно свойственно уже в том кругу, в котором я уже определился. Ты раскрылся, да? Да, да, так это я сейчас уже, я понимаю, что я вообще родной, но поначалу-то я у меня, как это, я типа уже родной, что молчать-то, как бы. Это прошло четыре дня, сегодня вот четвертый же день у нас, да? Представляешь, такие вот вещи глобальные всего за четыре дня. Я каждый день просто сама вот в этих процессах, ну, Господи, какие скорости я, такие скорости. Стороны скорости, а с другой стороны, там какие-то вот время какое-то, оно вот такое, как будто оно под тебя подстраивается. Возможно, да. Ну и потом, ретрит, конечно, в таких местах проходит, что... Место, это правда, невероятно, ну, те, кто смотрит, там, какие-то наши каналы в Телеграме, в соцсети, ну, наверное, ребята увидят ролики, потому что, конечно, это потрясающее место. Да, потрясающее, конечно, да. Ну, я потом, может быть, вот прямо вот мы видео закончим с Александром, так телефон подниму, покажу, потому что с левой, справа у нас горы, но не видно вот в кадре этого, да. Саша, а давай еще про одну практику поговорим, поговорим про практику на гвоздях. Ты вставал с Ириной? Нет, нет. Делали? Да, делал, конечно, просто гвозди меня унесли вообще в космос. Ирина смогла поставить просто волки на рамки, что-то мне далеко не унесло. Ну, я даже возвращаться не хотел, как бы. Я увидел себя большого, огромного, как бы, почувствовал в себе невероятную силу, посмотрел со стороны на все это. Я был просто, как бы... То есть, у тебя сознание, оно расширилось, да? Оно расширилось до такой степени, что я, как бы, вот так, вот, ааааа. То есть, у меня эта практика, ну, я, ну, как бы, знаю, что люди по-разному реагируют на эту практику, у кого-то, у кого-то сильнее, кто-то так, кто-то так, я не знаю. Ну, от себя я не ожидал, конечно, такого, что я прямо... Тут одно, другое, вот все вот эти практики, они, как бы, дополняют друг друга. То есть, ну, я понимаю, что даже вот на Ирине, там, со Светой у них, они знают, как это все действует, воздействует. То есть, вот, сам процесс феории Грифа выстроили так, что это... Не знаю. Гармонично для себя, да? Гармонично, да. А тут, как будто у меня... Вот сейчас, на четвертый день, у меня, как будто, действительно, как бы, вроде, девочки вокруг женщины, там. Вроде, там, стесняться надо, может, еще что-то, как-то. Ну, у меня такое ощущение, как бы, семья была какая-то. То есть, я не чувствовал себя так никогда. Ну, недавно, может, в детстве, когда ты там, ааа, бабушка, дедушка, там, мама, папа, там, вау. То есть, ты такой открытый, честный, как бы, внутри честный. Как бы, ты... Ну, у тебя нет никаких... И вот, кстати, после гвоздей, это... У меня вот эта вот легкость пришла. Вот это вот ушло отсюда, что-то, которое вот сдерживало. Ну, не знаю, ты сам такой легкий встаешь. Я такой степень легкий стал, что меня действительно понесло. Вот Катерина говорила, ты куда полетел? Куда полетел паровозик? Ну, на самом деле, так и было. То есть, я понимаю, что вот она говорит, а я-то, я-то, действительно, уже полетел куда-то. Ну, это, конечно... Сказать, что это просто впечатляет, это же не аттракцион, это вот внутренняя трансформация. Это не аттракцион. Словами я... Это не просто, да. Это не просто какая-то игра, это... Ты обретаешь себя, ты понимаешь, кто ты. Ну, как бы, и от этого уже начинается, как бы, зачем ты здесь? Вот, ну, как бы, понять, почувствовать, поиграть в этом мире, почувствовать это тело, почувствовать мир. То есть, вот это вот... Не просто, там, поел, поспал, пожирал, поработал, все, на этом все закончилось. Ну, так всю жизнь, типа, да. То есть, я просто понимаю, что много людей, как бы, хотят... Ну, они, вроде, у них есть знания, все-таки, они хотят этой трансформации. Так, зимой не тяните быстрее, вот, пожалуйста, к свете. То есть, есть мастера, которые могут это делать. Они есть. Но есть, может быть, даже и сильнее есть мастера. Но свет, поле свет, оно делает свое дело, оно раскрывает людей, трансформирует. Это очень сильный мастер. Очень сильный. Ну, то есть, даже просто посмотрев YouTube, то есть, можно, как бы, ну, уже почувствовать вот эту силу, прям, силу. Я стандартно, знаешь, вот, в завершении интервью предлагаю какое-то напутствие сказать тем людям, которые смотрят YouTube, смотрят вот эти отзывы и думают, например, ехать, не ехать на ретрит. Но сегодня я изменилась своим традициям, и я предлагаю напутствие самим себе сказать. Вот что-то, что ты напутствуешь себе, да, вот что-то будешь напутствовать себе сам. Ну, по большому счету, мне бы удержать все вот это, то, что я вот здесь вот взял, мне бы удержать вот эту трансформацию, не опуститься снова на низкий какой-то вибрационный уровень, пойти дальше. Хотелось бы еще попасть на ретрит света в Дине. Вот. Ну, скорее всего, он так и будет. То есть, запрос, в принципе, уже есть. Ты хотел бы приехать пару раз? Да. Я думаю, ты умирать, ну, долго еще никто не собирается. У меня, слушай, ну, в связи с этим тогда такой вопрос. Вот это тоже же важный момент. Интересно, как мне кажется. Вот смотри, ты сейчас на ретрите, но ты уже думаешь о том, что, ага, неплохо было бы приехать на еще один ретрит. Почему? Вроде бы живут все классно, но ты проработался. Зачем второй ретрит? Да просто по кайфу. Просто по кайфу. Просто находиться здесь уже просто кайф. Даже бог с ним там, с трансформациями, просто по кайфу. По кайфу. Я, не знаю, я не отдыхал так. Ну, я не знаю, что еще сказать. Просто побыть здесь, побыть. Даже люди, которые, ну, просто, ну, даже на интимитивном уровне, да даже по себе тут сосудят. Люди, наверное, которые приезжают, да ведь были ретриты для меня, будут еще, которые, ну, как бы, недопонимают, там, что будет на ретрите, там, как бы, есть какие-то страхи, там. Ну, понятно, что люди с какими-то запросами, по-любому, есть страхи, там, какие-то эти предубеждения и все остальное. Но пока здесь не побываешь, не поймешь, какая трансформация происходит. Это правда. Просто бомбит ты, короче, и ты улетаешь на просто что-то шарик. Да. Так что, welcome. Welcome. Да, welcome. Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты приехал, спасибо, что ты такой искренне, такой радостный. Спасибо, что я приехал. Спасибо мне. Да, 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 я всех хочу тоже всех поблагодарить. Девчонок, святую вереннюю, вообще девчонки все такие, блин. Так вот смотришь на любую, как бы, влюбиться, а так, видишь, я же всех люблю. Все, влюбился во всех девчонок на ретрите? Да, да, да. Класс. Это же прекрасное, прекрасное состояние. Да, это просто вообще. Спасибо. Спасибо, Саша.